О пострадавших от аварии на маяке и о статусе ветерана труда в правительстве области сегодня обсуждали блок социальных вопросов. В некоторые законы внесены изменения. Какие узнал Владимир Сафонов? В повестке дня сегодняшнего заседания правительства около 20 вопросов. По большей части узкого технического характера. Интересными кажутся некоторые. Например, о внесении изменений в закон о звании ветеран труда Челябинской области. Монолог министра социальных отношений длится несколько минут, после чего суть изменений становится понятной. Принятие проекта закона Челябинской области о внесении изменений в закон Челябинской области о звании ветеран труда Челябинской области не повлечет за собой каких-либо изменений в существующей системе предоставления мер социальной поддержки этой категории граждан и не потребует дополнительных расходов областного бюджета. Ничего принципиально не меняется. Все меры соцподдержки, которые были, они и остаются. Там технология называлась справка, теперь будет называться выпуска с лицевого счета. Не более того. То есть ни одной меры социальной поддержки на территории Челябинской области в 2011 году в сторону уменьшения пересматриваться не будет. Это принципиальная установка Михаила Валерьевича. И правительство, возглавляемое губернатором, никогда на это не пойдет. Споры на заседании разгорелись при обсуждении целевой программы преодоления последствий радиационных аварий на предприятии «Маяк». Каждые пять лет областные власти выделяют на эту программу определенную сумму денег. Но в ситуации с самими последствиями не так все однозначно. Международные экологические организации спекулируют событиями 50-х годов и часто дезинформируют население. Например, информация о том, что люди, которые жили и живут вблизи «Маяка», болеют чаще других, не подтверждается. У нас список юбиляров долгожителей. У нас первое место из Муслюмова. Вот мы готовим сейчас последнюю информацию. Но о чем вообще говорим? Мы сами себя начинаем стращать. Давайте мы немножко будем корректировать. Я даже предлагаю название программы поменять. Давайте поручим все-таки протокольно провести анализ заболеваемости в сравнении скрининговой и нескрининговой с другими территориями. Ну, хватит уже. Финансирование реабилитационных мероприятий для маяковцев, безусловно, будет продолжено. Здесь вопрос в другом, говорят областные власти. Есть ли причинно-следственная связь между событиями 57-го года и состоянием здоровья населения? Ответ на этот вопрос по результатам проверки должно дать областное министерство здравоохранения. Продолжение следует...